Приглашается к станку великолепный докладчик, искрометный человек, рыболов, заодно ресторатор Геннадий Медведев. Он тоже с нами ездил в Лондон, мы были вместе у Михаила в гостях. А кроме этого Гена открыл успешный грилл Дубразил, это последнее, то что я знаю. Гена скромный человек, но до этого была сушия и было еще много других проектов. Добрый день, Comedy Club. Спасибо, Миша, он облегчил мне участь, потому что я хотел достаточно много говорить о философском подходе в бизнесе, потому что это очень важно, когда доходишь до определенного уровня, и начинаешь по-другому смотреть на вещи, на бизнес-процессы. Тем не менее, я постараюсь немножко динамичнее сделать доклад, хотя я к нему не готовился и даже понятия не имею, о чем буду говорить, но здесь пару тезисов, которые меня волнуют и которые интересны, думаю, будут вам полезны. Я с вами поделюсь. Итак, что такое ресторан? Ресторан – это место, куда приходят люди за определенными ощущениями, получить какие-то впечатления, и за это готовы заплатить какие-то деньги. Рестораны бывают разные, и люди бывают разные. Мы их делим на целевые группы, аудитории, и очень важно понять, для кого вы работаете, как вы работаете, и от этого будет зависеть у вас успех. Я думаю, что все хвастали, большинство из вас волнует, что я делаю неправильно, как избежать каких-то ошибок, как сделать лучше, как сделать прибыльнее. Каждый по-своему это измеряет. Но всем нам, абсолютно всем нам присуще желание подражать, делать как кто-то другой, недоверие к самому себе и желание спросить. Поэтому все вы здесь находитесь, слушайте меня, Михаила, ну и других докладчиков. Вам будет казаться, что… вам кажется, всем нам, вернее, кажется, что мы ничего не знаем по отношению к другим. Если мы услышим рецепты успеха, мы их повторим, и все будет великолепно. Хочу сразу разуверить, что повторить ничего невозможно. Каждый делает и производит, по сути дела, свой бизнес или там свои процессы в абсолютно своем уникальном русле. Но слушать можно, смотреть нужно, нужно анализировать. И те из вас, которые смогут добиться наибольшего успеха в таком, скажем, анализе, и преломить это на свой стиль управления, смогут добиться действительно выдающихся результатов. Итак, все-таки, что такое, что главное в ресторане? Значит, попробую, опять же, вернусь немножко назад, скажу, что буду говорить о том, что волнует меня и о том, что интересно и что позволит вам добиться успехов. Концепция ресторана, я думаю, всем слово это знакомо. Много книг написано, много лекций прочитано. Не буду оригинальным, немножко пройдусь по этому. Итак, перед тем, как открыть ресторан, вам нужно представить. Представить нужно абсолютно все. Кто к вам ходит, кто эти люди, как они выглядят, какую они обувь носят, какими духами они пользуются, какую еду они любят есть, как они проводят время дома, на работе. От этого зависит, как они отнесутся к тому, что вы делаете. Вы должны увидеть конечный результат, что если ваши люди, условно, студенты, то они придут к вам, весело попьют пиво, с удовольствием заплатят небольшие деньги, обменяются какими-то мнениями, пообщаются, уйдут спать и, возможно, к вам придут в следующий раз. Если ваши гости не студенты, а пафосные бизнесмены, соответственно, система будет работать по-другому. Они должны прийти, сидеть подальше друг от друга, искосо поглядывать друг на друга, оценивать у кого какие часы, у кого какие туфли, кто на какой машине приехал, обсудить политические какие-то новости, бизнес-новости, похвастаться, поплакаться в жилетку, уйти и прийти к вам опять. Это тоже конечный результат, и вы тоже должны его отчетливо представлять. Без конечного результата, который вы видите и в который вы верите, ресторана не бывает. Если вы в своей гипотезе или в своем видении рассчитываете увидеть всех или максимально всех в вашем ресторане, вы обречены на провал. Почему я так говорю? Потому что провалы у нас тоже были, были концепции, которые не работали, и в те далекие времена, когда я случайно начал заниматься ресторанным бизнесом, я об этом только догадывался интуитивно. Но тем не менее, набив определенное количество шишек, я могу с абсолютной уверенностью сказать, что начните ваш бизнес, четко представляя конечный результат. С кем вы работаете, как вы работаете, и почему люди к вам будут возвращаться снова и снова. Итак, прежде чем предположить, вернее, увидеть конечный результат, задайте вопрос, что вы делаете, что это будет. Вот у Михаила прекрасный проект «Бургер и лобстер», мы будем к нему возвращаться, как к примеру. Вот он задал себе идею, философский пришел к этому моменту, и он сказал, я буду делать лучше бургер и лучше лобстер. Почему эта идея взлетная, почему она взлетела? Потому что есть много всяких нейромаркетинговых штук, я сейчас не буду на них отвлекаться, потому что буду уже повторяться. Но тем не менее, этот бизнес был обречен на успех. Возможно, вы потом будете задавать вопросы, и я попытаюсь чуть более конкретно на них ответить. Также на примере проекта «Сушия», который тоже, когда я его создавал и придумал, он был обречен на успех. Я, в принципе, объясню, никаких секретов нет, почему это было именно так. Итак, вы определились с концептом. Вы решили, что вы будете производить. Концепт – это не просто интерьер. Концепт – это гораздо более важно. Это услуга, к которой люди будут приходить, пользоваться, получать от нее удовольствие и платить за нее определенные деньги. Только вы знаете, что вы хотите сделать и как вы хотите это сделать. Никакие книги, никакие консультанты, никакие архитекторы не помогут вам найти правильное решение. Если вы толковый бизнесмен или предприниматель, вы всегда будете искать истину, бороться, сомневаться, принимать решение и следовать ему. Итак, вы решили, что вы делаете. Это называется концепт. Вы взяли архитекторов, вы взяли шеф-поваров, вы наняли персонал и готовы теперь открываться. Теперь подумайте внимательно перед тем, как открыть ресторан. Для кого вы этот концепт делаете? Как я приводил пример немного ранее, если это студенты, давайте поговорим о студентах, как самый активный слой населения, который готов тратить деньги, который уже привык ходить, а вот, как это говорится, который готов это делать часто, но за недорого. Если ваши люди студенты, соответственно, самый простой вывод, который напрашивается, вы не должны брать больших денег с них, потому что у них их просто нет. Каждая студенческая аудитория обладает своими возможностями. В Киеве студент готов потратить 50 гривен, в Харькове 40 гривен, в Черновцах 20 гривен. Если вы в Черновцах открываете студенческий ресторан и хотите продавать им что-то за 50 гривен, успеха не будет. Не просто потому, что студенты не поняли вас, нет, просто у них нет возможности к вам прийти и потратить 50 гривен. Они могут потратить только 10 гривен. И это очень важно. Итак, как это сделать? Разные бывают методики, разные бывают схемы, разные бывают бизнес-процессы, но тем не менее вы должны придумать, как вы им доставляете удовольствие, как вы им продаете тот свой продукт. Допустим, вы можете продавать продукт, используя официантов, которые будут разносить, не знаю, вот огромные подносы, на них будет куча пива. Например, немецких пабов. Я там ни разу не был, но на картинках я представляю, что несут поднос, куча пива, и вы ходите, и расставите на стол, делаете пометку в блокноте, и таким образом вы им уже что-то продали. Вы можете продавать им пиво, они, вернее, могут подойти на барну, стойко его просто взять. Это все как? Это методика, это тоже одна из составляющих концепций, но вы должны исследовать. Допустим, что можно такого? Вы можете продавать каждый день один вид пива за очень дешево. Это называется лосс-лидер. Вы можете делать что угодно, это только известно вам и по вашему желанию, но тем не менее вы должны следовать этому, вы должны четко представить, как вы хотите этот концепт им продавать, и поверить, опять же, повторюсь, видеть конечный результат, что да, это у вас будут покупать. И еще один очень важный момент, почему они к вам придут, зачем? Какие проблемы этих студентов в нашей виртуальной концепции вы решите? Предположим, что студентам негде собираться. Холодно на улице, и вместо того, чтобы сидеть где-то в подворотне, они придут к вам. У вас уже есть залог успеха, вы берете с них 10 гривен, они могут это себе позволить. Вы даете им интересную концепцию, разносите им пиво, и все, что им надо, это просто взять понравившееся пиво, и им автоматически это включат в счет. Абсолютно точно вы должны видеть и понимать, какие проблемы этих людей вы решили. Если вы дали им место за 10 гривен сидеть не на улице, а внутри, вы уцели. Если вы дали возможность им бесплатно пользоваться интернетом, вы решили ихнюю проблему бесплатно пользоваться интернетом. Если во всем городе интернет медленный, а вы решили ихнюю проблему с быстрым интернетом и дали им возможность скачивать неограниченное количество чего угодно, вы также решили их проблему. Поэтому ваш ресторан обязан решать проблему той аудитории, на которую вы нацелены. Именно той аудитории, на которую вы нацелены. Потому что будет нехорошо, вернее, будет неправильно и стратегической ошибкой для студентов, у которого нет машины, предлагать бесплатную парковку. Или для бизнесменов в крутом ресторане предлагать бесплатный Wi-Fi на супербольшой скорости. Бизнесмену большому Wi-Fi не нужен в принципе. Он им не пользуется, он даже не может, ну, крутому олигарху, назовем его олигарх. Он не будет этим пользоваться, потому что он не пользуется ни айфоном, ни смартфоном. Ему не нужен Wi-Fi в принципе, у него есть для этого специально обученные люди. Бесплатная парковка, да, но может быть не бесплатная, а хорошо охраняемая. То есть я говорю о том, что каждой аудитории нужны свои определенные преимущества, да, и вы должны понимать, что вы решаете ту или иную проблему для той или иной аудитории, на которую вы нацелены. Теперь попробую виртуально вам нарисовать рецепт счастья или рецепт успеха. Не то чтобы рецепт, это мое видение, мое понимание этого процесса. Я где-то в какой-то книге это прочитал недавно, хотя особо никогда ничего не читаю, вот, из-за патологической лени, но это мне понравилось. Представьте три круга, или лист бумаги, на котором стоят три стакана, каждый на своей стороне, да, вот как бы представьте, один круг, второй круг и третий круг. Представили все? Теперь в одном круге должно написано быть желаемое. Давайте представим, что в верхнем круге написано желаемое. Дальше в левом нижнем круге написано действительное, то, что происходит сейчас, реальность, да, и в правом круге то, что, допустим, справа, это необходимое. Вот есть три фактора, которые, в принципе, всегда, с которыми мозг борется, он не может выбрать, и вы не можете, вы сомневаетесь, вы не понимаете, вас куда-то ведет не в ту сторону, кто-то вам говорит, что у вас крыша поехала, иногда вы сами думаете, что у вас крыша поехала. Так вот, желаемое, действительно и необходимое. Если мы это совместим вместе, и в данную секунду, в данный момент наше желаемое будет совпадать или максимально совпадать с необходимым и действительным, вы будете жить в мире с собой, со своей головой. И все будет хорошо, и вы почувствуете, есть такой, есть химический элемент, который, это гормон счастья, или как он, я не помню, как он называется, да, то есть он вырабатывается при определенных условиях, да, выброс адреналина, там, употребление наркотиков, выпивка у каждого, у каждого свое, но тем не менее, оно дает, это чувство называется хорошо. Эйфория, хорошо и приятно. Так вот, если все эти три круга соединятся, и вы почувствуете эйфорию, вам станет хорошо и комфортно. Теперь вы перенесите этот простой принцип на, из своей жизни, там, или каких-то там потусторонних вещей, принесите это в ваш бизнес, в ваш ресторан, и вы поймете, что если примерить эту систему, эту модель на ваш бизнес, вы поймете, где ваша ошибка, и вы поймете, как добиться результата, вы увидите, в чем будет состоять успех. Итак, проанализируйте то, что у вас есть. У вас есть ресторан, он продает, не знаю, картошку, а картошку там никто не любит, никто не ест, все привыкли есть кукурузу, но вы очень хотите продавать картошку, так вот получается, что реальность говорит о том, что картошку никто не ест, вы хотите очень сильно, это уже круг, который справа, вы очень хотите, чтобы ее люди ели, но реальность такая, что ее не едят и есть не будут, поэтому это ошибка. Ресторан для олигархов, очень дорогой пафосный ресторан, туда никто не ходит, почему? Потому что олигархов всего два с половиной или три, или вдруг они друг с другом поругались, они не хотят общаться, это тоже ошибка, стратегическая ошибка, вы выдаете желаемое за действительное, поэтому еще раз говорю, что залог успеха любого ресторана, любого бизнеса, это соответствие ожиданий, или как я написал, желаемое, действительное и необходимое, что необходимо сделать для того, чтобы желаемое и действительное были в одной зоне. Если эти круги совместить, вы получите середину, и чем ближе эти круги друг к другу, тем больше это середина, эта середина есть та точка правды, благодаря чему ваш бизнес может стать успешным. Не знаю, может это там слишком заумно, но опять же, сразу сказал, что хочу говорить именно о том, что на самом деле меня впечатляет, и все мои наблюдения, весь мой опыт, в общем-то, сконцентрировался на понимании именно вот этого. Теперь, когда мы понимаем, что нужно делать, мы понимаем, что открывать ресторан для той аудитории, на которую мы нацелились, решать их проблемы, за те деньги, которые они готовы потратить, теперь мы можем прийти к следующему шагу. Что нужно сделать, чтобы ваш ресторан все-таки стал очень успешным? Все факторы вы выполнили, осталось самое мало. И в чем была идея? Идея была создать атмосферу, в то время, напомню, что люди стали повально увлекаться йогой, восточными какими-то вещами, и вся эта мистика, связанная с Будой, с Востоком, она была удачно применена в этом концепте. Итак, человек попадал вовнутрь, он видел огромного Буду, кучу свечей, интересно поставленный свет, тут же играла музыка, играла музыка правильная, с таким ориентал-вкусом, не вкусом, а с ориентал-акцентом, с восточным, и это все создавало некую мистику, и вы погружались в абсолютно невероятное ощущение. Играла музыка, вам приносили вкусную еду, действительно вкусную еду, и все это делало концепт не просто успешным, а мега-успешным. Это не помешало скопировать и даже превзойти по Америке, даже превзойти успех Будо-бара. В Америке есть ресторан, называется Будокан, в Нью-Йорке есть Тао. Так вот, Тао, по каким-то данным, по-моему, двух- или трехлетней давности, это был самый высокооборачиваемый ресторан в мире. Они продавали там чуть ли не 50 миллионов долларов в год, если не больше, он находится в Лас-Вегасе, потом они открыли клуб. То есть это абсолютно невероятные концепты проекта. Они все рассчитаны на эффект вау от интерьера, даже не от атмосферы. Все рассчитано на это. Если вы возьмете молекулярную кухню и рестораны, которые подают вам непонятно что, непонятно на чем, но называют это понятными вам вещами, допустим, борщ из пены или винегрет в виде яйца, или яйцо в виде оливки, ну, всякое-всячина. Это тоже, это превзойти ожидания. Человек приходит, и он готов идти фантазировать, рисковать, и ему это нравится, его это будоражит. Это, ну, как говорил Михаил, работает на рецепторы таким образом, таким образом, что вам хочется прийти туда снова и снова. Или не прийти, но, по крайней мере, рассказать, да, и тем самым заразить. А люди, как известно, социальные существа, и мы, ну, мы не можем не подражать, нам нужно одобрение или нам нужно быть лидером. Вот кто-то готов быть лидером и хочет быть, а кто-то просто ищет одобрение. Это тоже превзойти ожидания, и эти проекты достаточно успешные. Был такой ресторан Эль Були, который, ну, невероятно был успешный, говорят, что там нужно было записываться чуть ли не за полгода. И вот один, в общем, не очень позитивно. Они приезжали в Киев, кетеринг, вот, и это было ужасно. Ну, вот, я же свой опыт говорю, мне ужасно не понравилось. Я люблю банальные вещи. Борщ должен быть борщом, а оливка – оливка, а не яйцом. Но, тем не менее, превзойти ожидания можно едой, как я сказал. Также можно превзойти ожидания музыкой, да. Если вы любитель джаза, и вы открыли джазовый ресторан, у вас может работать какой-то великолепный джазист. И люди, которые пришли на джаз, да, они получат невероятное удовольствие. Понятно, что они со временем привыкнут, понятно, что нужно что-то будет менять. Ну, сейчас не будем об этом, говорим о старте вашего проекта, да. Музыка, да. Через музыку мы также говорим с потребителем. И если это рок-кафе, да, если туда приезжают рокеры, очень важно иметь хороший звук. Да, музыка, да. Опять же, опять же скажу про Будабар, да. Будабар создал революцию, да, через вот эти свои музыкальные диски. Сейчас во Франции повально каждое кафе имеет свою музыку, да, и через музыку, они говорят, с потребителем дают какие-то ощущения. Рок-кафе, да, это очень хорошая идея, да, дать классную музыку. Вот недавно открылся отличный бар Аглы Койот, который эксплуатирует концепцию музыкального бара из Америки. Да, это тоже достаточно интересно. Я там еще не был, но я уверен, что это хороший концерт, который должен, он не может не работать, потому что, ну, он просто не может не работать. Вот. Музыка. То есть музыкой тоже можно превзойти ожидания. Ну, и, наконец, сервис. Сервис – это, пожалуй, самое основное, ну, не самое основное, это самая такая эрогенная зона ресторана. Если ваш ресторан направлен на хороший сервис, сервис должен быть шикарным. Он должен быть гостеприимным, он должен быть добрым, он должен быть обволакивающим, завораживающим, что угодно, как угодно это можно называть, но, тем не менее, помните, что по сервису судят о вас. Возможно, ваш концерт предполагает плохой сервис, и это тоже хороший сервис, но просто в плохом виде. И это нормально. Есть такие, сейчас в последнее время стали популярные рестораны, как трэш-стайл, или андеграунд, где чем хуже, тем лучше. Это тоже вариант, но я почти уверен, что все вы более-менее работаете в ресторанах в классическом понимании этого слова, поэтому сервис должен быть классным. Для того, чтобы сервис был классным, нужно очень четко понимать, что вы хотите от своего персонала, как вы его мотивируете, и какие цели и задачи вы ему ставите. Например, для того, как мы это делаем, как мы добиваемся хорошего сервиса у нас, вот в частности наш новый проект Grill de Brazil, почему у нас получился сервис хорошим или там очень хорошим, или как мы его называем, почему он превосходит ожидания, да, гостя. Потому что наши официанты, если мы говорим о официантах, они отвечают не за 150 направлений, они отвечают всего за 3. То есть мы разбили сервис на определенные процессы. Благодаря этому официант концентрируется на выполнении одной части процесса, помощник официанта на другой части процесса, гауччий шеф-повар, который отвечает за вынос мяса, концентрируется на третьей части процесса и стрессовость гораздо меньше, да, и вот как, опять же, как сказал Михаил, чем меньше у вас позиций в меню, тем легче, чем меньше позиций в системе обслуживания, тем легче. Именно поэтому наш сервис в нашем ресторане и не только в нашем, у думающих людей сервис хороший. И он, он friendly, да, люди улыбаются. Почему? Потому что у него нет стресса, что ему не вовремя отдали котлету на кухне, потому что котлета всего одна, ее нельзя не вовремя отдать, да, в случае с бургером. Или пиццу выносят автоматически и вам не нужно переживать, или повар сам выйдет с мясом по мере готовности и клиент выберет его или не выберет. Официант всего лишь должен улыбаться, делать заказ на бар, помощник официанта выносит заказ, и таким образом мы получаем выдающийся сервис. Я вас всех приглашаю оценить наш выдающийся сервис, который тоже имеет сбои, к сожалению, как весь другой бизнес, да, посмотреть, как у нас это работает, оно работает, работает очень хорошо, не побоюсь этого слова. Мы действительно смогли добиться выдающегося сервиса, понимания того, каким он может быть в принципе в Украине, которая не очень сервис-ориентированная, к сожалению. Но тем не менее, сервис должен быть, режимированный, сервис должен быть дружелюбным, сервис должен быть при восходящем ожидании, и для того, чтобы этого добиться, мы не должны требовать невыполнимого, мы должны точно понимать, что мы требуем от своего персонала, могут ли они это сделать, и как сделать так, чтобы им это было делать легко, приятно и просто. Что еще должно быть в вашем ресторанном, идеальном ресторане, в идеальном проекте, или просто там в проекте, в котором вы работаете, и хотите получить хороший результат. Золотые моменты. Что такое золотой момент? Золотой момент это то, с чем связаны приятные воспоминания от посещения вашего ресторана. Это то, что превосходит ожидания гостя. Золотой момент может быть примитивным, банальным, а может быть и очень существенным. Например, приведу пример такой сразу глобальный, и вы поймете, что это не может не действовать. Это действует и действует всегда. Где-то лет семь назад меня пригласила компания Перно-Рикар на выступление, Ереван, на выступление Шарль Знавура. Известный пейс. Очень было круто. Был тогда еще президент, по-моему, Ширак, был Жак Ширак, сидел тут рядом. В общем, куча VIP-гостей, центральная площадь Еревана, все великолепно. И у меня на стульчике стоял пакетик, там был подарок. Подарок был не что иное, как золотая зажигалка Дюпонт, на ней была выгравирована Арарат. Да, это превзошло мои ожидания, это был реально вау-эффект. Я уверен, что вы точно понимаете, что Перно-Рикар остался нашим глобальным партнером по сей день. Не за одну зажигалку, но я говорю о том, что как важно превзойти ожидания, как важно вовремя сделать этот золотой момент. Или, к примеру, вы зашли, или я зашел, опять же, я зашел в твой нелюбимый Starbucks в Америке, заказал капучино и что-то плохо надел крышку, у меня этот капучино вылился. Мне по умолчанию сделали новый капучино, я даже не успел об этом попросить. Мне сказали, сэр, не волнуйтесь, сейчас мы вам сделаем новый капучино. Это тоже золотой момент. Или, к примеру, всеми нами нелюбимый Макдональдс. Вы заходите с ребенком, ребенку дают шарик. Это золотой момент для ребенка, потому что он не ожидал, ему дали шарик. Если вернуться к нейромаркетингу, это говорит о том, что мы создаем привычку, и когда вырабатывается этот гормон счастья, а учитывая, что дети наши еще не научились обороняться от воспринимаемой информации, мы имеем четко запоминающийся кайф, который впоследствии будет конвертирован в узнаваемость бренда и в приверженность этому бренду. Поэтому золотые моменты это, да, это приятно, да, это классно, да, это важно, но помните, что именно золотой момент подействует на вашего потребителя таким образом, что вполне возможно, даже не вполне возможно, а абсолютно точно, он получит удовольствие. Это удовольствие на таком подсознании будет ассоциироваться с вашим брендом, с вашим рестораном. И чем больше таких золотых моментов, тем, чем глубже они есть, чем они более продуманные, тем больше шансов, что вы получите своих лояльных посетителей, и их количество будет расти. Подумайте над этим, это очень важно, эти золотые моменты, какие угодно, отнести пальто в гардероб, не взять счет за то, что случайно разлили, это может быть что угодно, мелочи, большие вещи, дорогие вещи, как золотая зажигалка, все зависит от того, с какой аудиторией вы работаете. Если пошел дождь, вы проводили гостя к его машине, раскрыв зонтик, то есть может быть что угодно, фантазируйте, потому что на самом деле золотые моменты, они вырабатывают гормон счастья у ваших гостей, а гормон счастья будет ассоциироваться с вашим брендом, что позволит вам получить лояльную аудиторию на долгие-долгие времена. Что еще нужно вашему идеальному проекту или что чтобы я еще выделил, очень важно следовать вашей концепции. Если в начале доклада я говорил о том, что важно видеть конечный результат, вот вы увидели конечный результат, мы обсудили все аспекты, вы добились хорошего результата, к вам ходят люди, они ходят к вам регулярно, вы начали получать прибыль, вы довольны, наш виртуальный студенческий паб работает полным ходом, и тут к вам приходят, ну вы зарабатываете определенные деньги, не знаю, 100 рублей в день, начали их зарабатывать регулярно, и тут вы думаете, ну все хорошо, теперь нужно зарабатывать больше, начинаете забывать о том, почему к вам ходят люди, зачем они к вам ходят, это свойственно всем, мне в том числе, нет ни одного человека, который, как говорится, не почивает на лаврах, или как это называется, замыливается взгляд, вы начинаете охотиться за повышением прибыли, к вам приходит человек, и говорит, у вас у тебя вот такой классный этот ресторан, можем мы у тебя тут банкет проведем, или корпоратив, мы хотим закрыть весь ресторан, и готовы тебе заплатить столько, вы считаете на калькуляторе, что вы зарабатываете 100 рублей в день, а тут заработаете 200, конечно вы согласитесь, тем более это новогодние праздники, елки, точно согласитесь, более того, я чуть-чуть расскажу потом из своей практики, к чему это может привести, вы соглашаетесь, делаете банкет, зарабатываете 200 рублей, все довольны, всем премия, все счастливы, кроме тех студентов, которые к вам привыкли приходить за бесплатным вай-фаем, за дешевым пивом, или там не дешевым, а качественным пивом за эти деньги, они привыкли тратить 10 рублей, получать ряду довольств, вы их обманули, это случилось один раз, это не проблема, дальше вам же приятно, у вас гормон счастья выработался, вы заработали не 100 рублей, а 200, вы начинаете идти в эту сторону, к вам пришли еще, 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 и вы начали продавать банкеты налево-направо, более того, ваш персонал сказал, о класс, зачем нам 100 раз приходить с подносом выдавать кружки, а мойки мыть кружки, если все пришли за один раз, мы всем вынесли по пиву, все счастливы, мы заработали в два раза больше, и это пагубная ошибка, которую я уверен, что многие из вас уже попадались, это ловушка, из которой выбраться будет практически невозможно, поэтому я называю, ну так, подрезюмирую этот тезис, что если вы нашли себя со своей концепцией, если вы получили благодарных пользователей, благодарных гостей, следуйте этой концепции, и не пытайтесь изобрести новый велосипед, потому что с большой долей вероятности этот велосипед не понравится вашим гостям, решив чьи-то чужие проблемы, не чужие, решив проблемы кого-то еще, вы забыли про проблемы тех людей, которых вы решаете каждый день, те 100 рублей, которые вы зарабатываете на своих студентах в этом вашем виртуальном пабе, вы это двинули на второй план, понимая, что теперь так будет всегда, интуитивно, механически, как угодно, и вы начали решать проблемы тех, кому нужны банкеты, потому что вам это более выгодно. Соответственно, бизнес со студентами умирает, умирает, и это произойдет абсолютно точно. И если вы не активно не переключились на банкеты и не делали это умышленно для того, чтобы стать банкетным рестораном, вы получили негативный результат и у банкетчиков, и у студентов, потому что банкеты нужны в декабре, когда у всех корпоративы, и раз, раз, там, другое на день рождения. Вот, по сути дела, этот тезис называется «Следуйте в фарватере своей концепции». Помните о том, кто ваши гости, почему они к вам пришли, за что они вас любят, никогда не забывайте об этом, и тогда ваш ресторан может работать очень долго. Не 3, не 5, а может быть 10 и 15 лет. Так, что еще я вам хотел сказать? Не нагрузил? Интересно? Не слышал. Веселее. Да, да, да. Еще один интересный момент, с которым хотел бы поделиться. А, вот по поводу банкетов, я сказал, что хочу поделиться с вами своим опытом. Плачевным опытом, ну, не то чтобы плачевным, не таким уж плачевным, но я расскажу историю одного очень хорошего ресторана, он по сей день есть, он по сей день хороший, более того, я считаю, кухня у этого ресторана выдающаяся, вот, одной из лучших, которую можно создать, там, из винегрета, вареников и всему. Это ресторан называется Липский особняк. Не знаю, многие из вас знаете, он работает, работает уже много лет, я даже не помню, когда мы его открыли, но тем не менее, пример ярчайший, да, и почему он мне так запомнился, дело в том, что у нас там несколько партнеров, вот, и у каждого свое было свое видение, и мое видение было категорически не делать банкетов, категорически, я был противником, и, да, у нас было не просто много людей, а очень много людей, у нас была запись, к нам ходили в звезды политики, депутаты, ну, естественно, они стали делать банкеты, но как можно отказаться от банкета, начали делать банкеты, и это все привело к тому, что сейчас ресторан полупустой, вот, по-прежнему вкусный, но полупустой, он уже не такой популярный, потому что наши гости, которые хотели прийти из-за порции удовольствия получить, так сказать, золотые моменты и гормон счастья, мы им в этом отказывали, раз отказали, два отказали, три отказали, в четвертый раз они не пришли, и они больше не придут, потому что они уже свой гормон счастья у Миши в Гудман не получают, потому что Гудман не закрывает ресторан, Гудман не делает банкеты, гей-гоп, потому что Гудман продает гормон счастья через стейки, делает это регулярно, с завидным постоянством и на очень высоком уровне. Вот яркий пример, пример из моего, это мой бизнес-опыт, благодаря чему я вам, я вас заверяю, не кидайтесь со стороны в сторону, если вы нащупали нишу, работайте в этой нише и не пытайтесь изобрести велосипед. Еще одно очень интересное наблюдение, очень важный момент, который, не знаю, кто-то из вас понимает хорошо, для кого-то это будет откровение, но тем не менее, как сделать ресторан посещаемым, успешным, мы все время на эту тему говорим, сейчас я приведу пример из моего клубной жизни, моего опыта дискотечного, он очень интересный, закончился он моим решением больше никогда не заниматься этим бизнесом, но тем не менее, опыт, который я получил, занимаясь клубным бизнесом, он очень интересный, очень полезный и он помог мне впоследствии создать те успешные проекты, которые уже работают, и поможет создать еще много успешных проектов, которые у нас запланированы. Итак, был такой ночной клуб Opium Dance Club, я думаю, что многие это помнят, или помните Opium Dance Club? Да. Тосовались? Да. Opium это было наше изобретение, мое в том числе, а может даже в большей степени, я уже не помню, откуда пришла. Идея слова Opium, провокационное название, граничное на грани идиотизма, наркотиков, вседозвольности, мы это специально взяли, это было мое. То есть мне предложили, я с удовольствием это подхватил, дальше мы сделали классный логотип, то есть у нас все было, классная символика, классная идея, полное отсутствие конкуренции, желание сделать классный музыкальный клуб, моя любовь к музыке и все. Больше у меня не было опыта работы с дискотеками, я ничего не понимал, я ничего не знал, мы начали, в общем, как слепые котята, пытаться что-то делать. У нас был когда-то кактус-клуб в Ялте и мы знали, что если хорошая музыка, хороший диджей, скорее всего придут люди. Да, люди пришли, но как-то ничего не получалось, потому что они пришли раз, пришли два, а потом они перестали ходить. Оказалось, что они не ходят, ходили в Ялте, потому что они приехали потратить деньги, им нужно было куда-то пойти, у них не было выбора, они шли к нам, потому что знали «Токила Хаус», знали хорошую еду, знали нас, к нам шли на дискотеку, было все супер. Но в Киеве они не пошли. И вот это было первое откровение, мы не понимали, что делать. Я в большей степени, потому что курировал этот проект. И тогда я познакомился, такой был персонаж, был, есть, Филипп Гринштейн, я думаю, вы его помните и знаете, очень яркий штрих, он выиграл за стеколь, или как это называлось, за стеклом шоу-передача, как они строили ресторан, помните, нет? Да, вот Филипп Гринштейн попался в наше поле зрения, как тогда очень популярный персонаж, и предложил сотрудничество. Ну, мне он тоже нравился, я тоже смотрел эту передачу, не помню, не то что смотрел, но так она попадалась мне. И я с ним познакомился, и мы начали обсуждать, а что, а как, а почему. И он говорит, вот в Москве мы делаем так-то, так-то, потому-то, потому-то. И это, на самом деле, это произвело на меня неизгладимое впечатление, моя парадигма сдвинулась, да, и я понял действительно, что нужно делать. И этот опыт, на самом деле, он помог и помогает мне по сей день. Сейчас… Ну, сейчас, подождите, я разогреваю. Сейчас я вам все это расскажу, вот, а вы попробуйте поменять… Нет, писать бесполезно, это, знаете, как в Китае. Если вы сфотографировали классную идею, классную, я не знаю, что, стул, да, вы его сделали точную копию, но все равно вы его сделали по-китайски, это все равно не итальянский стул, вы его сделали по-китайски. Если вы очень хороший предприниматель, вы его сделали почти так же, да, но кто-то рядом, он там подумает, зачем там такая гайка серебряная, я могу взять дешевле гайку, да, но она проживет, но ничего страшного. А сосед, ну, там, я не знаю, если вы знакомы с Китаем, там, там, одна деревня делает все только стулья, другая деревня только плитку. И вот в середине деревни кто-то создал очень хороший стул, а на самом краю деревни этот стул уже вообще не похож ни на что. Но, тем не менее, его продают как тот же стул, за те же деньги иногда дороже. Это не потому, что они не умеют делать, потому что они не считают нужным повторять досконально. Они говорят, только это же стул, на нем все равно же можно сидеть. Это я к тому, что, как бы мы ни записывали, мы все равно будем это делать по-своему. Но, тем не менее, расскажу поучительно и интересно. Итак, в чем состоит главная идея, почему клубы становятся успешными, почему рестораны становятся успешными. Все здесь, все очень просто. Это слоеный пирог. Все представляете слоеный пирог, слоеное тесто, да, это слои. Да, представьте там, селедку под шубой, это слои. Вот, где-то самый вкусный слой, где-то на менее вкусный слой, где-то хлеб, где-то что-то, да, оно все отличается. Теперь представьте, что, еще раз вспомните мой тезис, что люди, это существа социальные, да, мы привыкли следовать кому-то, мы хотим одобрения, мы хотим показать себя, мы хотим, чтобы нам завидовали, мы сами завидуем, да, то есть мы должны быть, мы вместе должны быть, да, нам одним неинтересно. Если у нас мобильный телефон давно не звонил, мы смотрим, все ли в порядке. Нам скучно самим, и нам одиноко, поэтому мы идем в места скопления людей. Итак, мы должны прийти в клуб, увидеть, что там что-то происходит, что там круто, тут же начать звонить, присылать смс, тут все. Здесь мега классный диджей, хотя этого диджей никто раньше не слышал. Почему он мега классный? Потому что до этого вы где-то в топ-10 увидели его имя, да, может быть, даже музыку его не слышали, да. Кто-то сказал, что это очень круто, и там у меня уже стол, да, попасть вы просто не можете туда, потому что без пригласительных вас не пускает. И вот уже появилась конкуренция, уже появилась, вы уже следуете чему-то, не знаю, рейтингу, да, что это самый лучший диджей. Вы не можете попасть без пригласительного, это уже эксклюзивность. И так вы уже рабы этого ночного клуба, вам уже не терпится туда попасть. Все просто. Теперь посмотрим со стороны клуба, как это выглядит. Трендсеттеры, интересные люди, которым нравится клубная культура, у них нет денег, они не ваши гости, да, более того, вы бы их на порог не пустили, вы их называете шаровиками, им нужно на шару наливать, но без них никуда. Мы запускаем в клуб этих трендсеттеров, да, молодых людей, которые классно одеваются, это называется клубные фрики, как угодно называют, тусовщики, клубные фрики, называйте их как угодно, но без них жизни не будет. Вы запускаете этих людей, они обязаны быть в вашем клубе. Сейчас перенесемся в ресторан, пока это клуб. Ярко одеты, красные волосы, кроссовки, я не знаю, юбки короткие, там лосины, ну что угодно может быть. Теперь у вас есть уже там шоу, да, то есть без этого шоу никуда. Дальше играет какой-то диджей, да, вы поставили диджея, он играет неплохую музыку, но если у вас клуб там, клуб, в полном смысле этого слова, не алкогольный, где рок, а клуб, клубная музыка, да, должен играть диджей. Хороший звук должен быть, да, вспоминаем, что звук должен быть классный, тогда все скажут, там такой классный звук. Итак, есть клоуны, есть цирк, вот эти люди, без них никуда. Дальше есть музыка, играет, то есть уже клуб у нас практически готов. Дальше что вам нужно? Вам нужно, чтобы люди друг на друга смотрели, вам нужно модные девушки, потому что мужчины на них смотрят и готовы им что-то купить, да, вы должны запустить туда девушек. Это третий слой. Первый у нас диджей, второй у нас фрики клубные, дальше красивые девушки, без них никуда. Запустили девушек. Дальше, елки-палки, нужно, чтобы теперь было весело. Вам нужно активное ядро аудитории, которая будет танцевать, которые действительно хотят прийти в клуб и повеселиться, но у них нет денег, беда, что делать. Ну ничего, мы им сделаем хэппи-ауэр, вы им говорите, слушай, ты классный, да, вот у тебя день рождения, мы тебе за полцены сейчас продадим бутылку водки, но вы же об этом никому не говорите. То есть у вас собирается какая-то аудитория, которой вы даете специальные лояльные условия, чтобы другие не видели. Эти люди покупают, создают экшен и танцуют. На самом деле теперь есть в клубе уже кто-то танцует. Теперь вопрос, как заработать на всем этом деньги? Никак. Нереально. И тут на сцену выходят олигархи. Крутые пацаны, которым нравится, когда вокруг ходят красивые девушки, какие-то странно одетые люди, кто-то там суетится, пьет дешевую текилу, а они сидят с бутылкой кристалла на возвышении. И вот на этих людях вы начинаете зарабатывать. Все очень просто. Очень просто. И работает только так, поверьте. Любой клуб работает как слоеный пирог. Если нету одного из компонентов, клуб умирает. Умирает. Учитывая, что олигархи почти перестали ходить в ночные клубы, они уже сидят в кончезаспе на даче со своими поварами. Сейчас перейдем к ресторанам. Будет большая аналогия, большое откровение. Клубы перестали быть прибыльными. И теперь у нас нет ни одного музыкального клуба. А, извините, еще раз вернемся в клуб. Еще нужны туристы. Туристы – это те люди, которые пришли один раз, которые заплатили деньги за вход. Они не знают, что можно охраннику дать 5 долларов или 5 гривен. Они не знают, что можно купить пригласительное. Они не знают, что можно переклеить браслет. И куча всякой всячины. И вот теперь вот этот полный пирог мы делаем так. Есть клоуны – это люди, которые странно одеты. Им нравится, что на них так смотрят. Клубные фрики. Есть девушки, которые ходят с высока и ждут, когда им кто-то что-то зашлет. Есть люди, которые просто пришли потанцевать им все это по барабану. Есть олигархи, которые платят за все это кино. И вы, которые на всем этом дело зарабатывают. Если все эти компоненты совпали, вы успешны. Теперь есть 3 года, когда весь этот слоеный пирог не перейдет в другие социальные группы. Те, кто ходили фриками, подумают, елки-палки, пора уже забраться за это. Снял рваные джинсы, надел костюм и пошел работать в банк. Олигарх перестал ходить по клубам, ему надоело. Девушки поумнели, вышли замуж, родили детей. Все, у вас есть 3 года, через 3 года, кроме туриста, в ваш клуб больше никто не зайдет. Того туриста, который получил гормон удовольствия тогда, когда попал и увидел всю эту колбасню. Поэтому жизнь клуба 3 года. Фактически каждый клиент, каждый потенциальный ваш гость, он меняет свои привычки. Не стереотипы, а какие-то привычки. Ходить туда, получать порцию того удовольствия там-то. Через 3 года, скорее всего, это изменится. Я не буду говорить о каких-то классических вещах. По клубам или по кафе модным особенно, это срок жизни. Поэтому, учитывая, что вы делаете все так, как вам нравится, так, как вы видите, вы будете делать это уже для других людей. А другие люди уже этого не оценят. Вы уже не знаете тех, кого надо позвать, и ваш пирог начинает мешаться. И поэтому все клубы обречены, за исключением туристических, как министров, саунд, фабрика, да, в Лондоне, где клубы десятилетиями. Ну, там важно то, что в Лондоне, там, не знаю, 7 миллионов или 8 миллионов людей. Ну, Ибицу это другое. На Ибицу приезжают на 3 недели или на Казантип специально слить деньги. Поэтому это туристы. То есть это туризм, да. И мы говорим о резидентных клубах или там резидентных ресторанах. Теперь давайте перенесемся в ресторан. Представьте то же самое, что в вашем ресторане должны сидеть люди, да, должны получать от этого удовольствие, должна быть красивая картинка. Вы рассчитываете ресторан для олигархов. Ну, вот, приблизительно, значит, что должно быть. Представьте, дорогой ресторан. Значит, в другом ресторане должны быть дорогие машины на парковке. Обязательно дорогое убранство. Может быть, там не быть какие-то там фирменные вещи, но они должны быть качественные, да. Качественные скатерти. То есть человек, который пришел потратить много денег, да, он должен сесть на нормальный стул, он должен, ну, получить ощущение того, что он заплатил деньги не зря. Это атрибутика, она тоже должна быть. Но самое главное, он должен видеть себе подобных. Почему? Потому что люди социальные существа, мы должны, мы ищем одобрения, мы хотим конкуренции, мы смотрим и хотим, чтобы смотрели на нас. Поэтому, если у вас дорогой ресторан, в нем должны быть дорогие люди. Теперь, как привезти дорогих людей, если они не знают, что сюда ходят дорогие люди? Вспоминаем наш клуб. Да, здесь должны быть девушки, которые должны привлечь внимание мальчиков. Вы должны позвонить своим знакомым друзьям, которые ваши гости, да, потенциальные, которые могут стать постоянными, рассказать об этом. Да, вы должны им наливать, да, вы должны добиваться их него расположения и того, что они начнут рассказывать другим, как здесь классно и хорошо. Возможно, что вы их будете по жизни кормить, возможно, вы можете их нанять к себе на работу. Но если люди, на которых рассчитан этот ресторан, придут и не увидят того, на что они хотели, на что они рассчитывали, ваш ресторан не будет жить. Это точно так же, как в клубе. Абсолютно идентичная ситуация. Если ресторан для богатых людей, в нем должны быть богатые люди, в нем должны быть красивые машины на входе, пусть бутафорские. Вы их можете взять в паркате, вы можете арендовать несколько Феррари поставить. Кроме этого, нужно распускать слухи. Вы должны говорить о том, что тот приехал на такой машине и там, еще что-то там, кто-то на кого-то, на ресторан подали в суд, потому что его машину, его Феррари поцарапали. И все, всякая билиберда, которая должна сопровождать все это. Это цирк, да. То есть фриков мы не запустим, но цирк, который будет вокруг этого происходить, он тоже поможет вам заполнить ваш ресторан той целевой аудиторией, на кого вы рассчитываете. Понятно, с олигархами немножко сложно, но если взять нашу первую идею со студенческим пабом, это все гораздо проще. Здесь может быть кто-то с кем-то познакомился, здесь социальные сети, здесь может быть что угодно. Вы можете бесплатно наливать пиво этим людям всем, а те придут и увидят, что тут пьют пиво и им хорошо, и цена 10 гривен, и сервис золотой момент, и супер сверхбыстрый интернет. И вы получили тот слоеный пирог, который обеспечит вам существование, не существование, а процветание вашего бизнеса. Я все. Спасибо за внимание. По поводу суши достаточно интересно. В начале выступления я сказал, что идея была сразу обречена на успех. В каждом бренде есть, опять же, все эти билиберда, что я говорил про слоеный пирог и все остальное, это все правда, действительно так и есть. Я как человек фанатично преданный любому делу, которым занимаюсь, для меня это само собой разумеется. Я не сижу и не думаю и не рисую, я так думаю, я поэтому вам это все и рассказываю, потому что я так думаю, у меня так устроенные мозги. Поэтому, когда я придумал проект Суши Я, я все это хорошо знал, я точно понимал, что нужно. И делал это не потому, что мне кто-то нарисовал и сказал, давай делать, а потому что я знал, что нужно делать. Знал твердо и уверенно. Итак, находясь в командировке в другой стране, я захотел что-то сделать, увидел некий референс, прототип. Я не все, наверное, знаю, но тем не менее расскажу, что все существует. То есть никто ничего не придумает, все существует уже до нас, придумано кем-то. И все, что нужно, это выбрать то, что вам больше всего нравится, переиначить, скомпоновать и создать то, что мы сейчас называем проектом или рестораном. В архитектуре все пользуются референс, в создании духов все пользуются референс, что угодно. Вот, допустим, недавно прочитал про создание духовой эйфории Кэлвин Клайн. Очень интересный момент. Что они сделали? Они собрали вырезки из разных фильмов, которые они, как они считали, должны ассоциироваться с этим запахом. Отдали это компании по производству ароматов. И эти фильмы были самые разные, известных режиссеров, известные фильмы. То есть это не плагиат, это называется референс, это обращение к чему-то, что может вас натолкнуть на что-то другое. Поэтому, да, я увидел тот референс, я увидел идею, которую я в своей голове дооформил, сложил слоеный пирог и понял, что это можно и нужно сделать. Идея была простая. Суши – это был заражающийся тренд. Мы видели, как в Москве Михаил Зельман продавал все, включая суши. Мы знали, что это будет популярно. Поэтому мы решили сделать суши доступными. Кроме того, мы видели, что был ресторан Якитория, в котором, по моему убеждению, было очень много стратегических ошибок. Но не то, что не ошибок, а, скажем, я знал, как это сделать лучше. Я знал, почему это будет лучше и знал, что нужно для этого сделать. Поэтому я, по сути дела, создал свой слоеный пирог. Я взял название. Почему суши Я? Потому что здесь много чего зашито. Ну, во-первых, слово Я. Ялта упала. Я. Я – это всегда личное. Все мы эгоисты, поэтому Я – оно работает. Суши – это место, где делают суши. Кроме того, суши Я на японском означает «место, где делают суши». Поэтому тот код эмоциональный, который зашит суши Я, он настолько сильный, что вы, даже не понимая, а видя, что суши Я, вы сразу себя отожделяете с брендом. Дальше мордочка. Прототип этой мордочки я увидел в Китае, но он был более какой-то слизкий, с огромными глазами. Мы его доработали, сделали его более привлекательным. В первую очередь мы рассчитывали на то, что он понравится подросткам 12, 17, 16 лет. Это те люди, которые в дальней перспективе, в долгосрочной перспективе будут нашими потребителями. И мы не ошиблись. Вот как бы вот эта идея. Дальше. Какие проблемы мы решали? Вернее, мы должны были внушить людям безопасность к сырой еде, чтобы она стала мега популярной. Мы сделали слоган «Свеже, здоровый, смачне». Очень сильный код зашитывает нам «Свеже, здоровый, смачне». Почему мы сделали на украинском языке, а не на русском, не на английском? Потому что это позиционирование мы планировали на всю страну. То есть у нас сразу была идея сделать глобальную экспансию на всю страну. Поэтому изначально нами был выбран украинский язык «Свеже, здоровый, смачне». Кроме того прочего, украинский более похож на английский. И та идея, которая зашита в английских фразах, она в украинском более передаваема. Дальше мы сделали цены, которые должны были быть доступными и понятными для нашего потребителя. Мы пошли от их возможностей, не от нашего желания. У нас была экспертиза, это был ресторан «Осахи», у нас была команда. Мы, в общем-то, сделали этот пилот, с первого месяца стали зарабатывать огромные деньги. Действительно большие деньги. И после этого мы сделали еще один, еще один, еще один. Поняли зависимость и построили их сейчас уже, по-моему, 40 штук, если не ошибаюсь. Поэтому, на самом деле, все было непросто, сложно, конечно, но предсказуемо. Я точно знал, что так получится. Более того, я видел еще более хороший результат. Но все бывает, не всегда все можно предсказать до конца, и не всегда все получается так, как хочется. Тем не менее, я считаю, результат достаточно выдающийся для компании, которая была организована с нуля, которая была придумана. Это не было ничьей копией, мы действительно сделали, используя нашу экспертизу, мое видение и мою решимость, и мои способности, мы создали мегауспешный проект. Может быть, один из самых успешных проектов в Украине на сегодня. Дальше вопросы. Работает, громче говорить надо. Скажите, пожалуйста, про проект Sushi и Go Sushi, которые вот магазины по продаже суши. Что это такое? Ну и, собственно говоря, просто расскажите про этот проект. Ну, как бы глупо останавливаться на достигнутом. Мы понимаем, что мы в этой категории лидеры. У нас есть собственный импорт. Конечно, мы знаем, где мы покупаем продукт, какой мы продукт покупаем. Более того, практически всех производителей лично я объездил сам, пробовал, смотрел, нюхал. Был в Китае, в Норвегии, в Америке, везде. Я знаю, как зовут того, кто упаковывает угорь или того, кто выращивает рис. Я точно понимаю, как это происходит. И было глупо не развивать. Но ресторанный сегмент в нашем сегменте суши среднего уровня, вернее, хорошего уровня за средние деньги, он уже перенасыщен. Сейчас говорить о развитии ресторана именно в традиционном формате, как сушияда, смысла нет, потому что идет каннибализация. Мы сегодня открылись там, мы откусили у себя здесь. Кто-то открылся за углом, он откусил у нас кусочек. Поэтому мы пошли просто немножко в другую нишу. Это суши, как суши-магазин, качественные, достаточно качественные, потому что они не только что сделаны, они сделаны пару часов назад. Хорошо упакованные, в нужном месте, за недорого. То есть это другая ситуация потребления, что позволяет нам расширить наш сегмент. Более того, мы планируем их открыть, наверное, штук 200 или 300. Их будет много, они будут везде, это будет хорошо, быстро и качественно. Поэтому, ну это вопрос времени. Я уверен, что вы будете все, вы все потенциальные потребители этого продукта, но в ближайшем будущем я уверен, что это будет очень популярным. Есть, конечно, некоторые моменты, которые бы там, уже команда менеджмента это делала, поэтому, ну есть то, что я бы сделал лично по-другому, но тем не менее, проект состоялся, он движется и мы его развиваем. Да, доставка, конечно, собственно. На самом деле, доставка это тоже был, ну такой, моя идея фикс, да, я понимал, что мы ее могли делать раньше, все приходили, говорили, давайте мы будем возить, давайте мы будем возить. Там разные службы доставки, я всем говорю, категорически нет, пока мы не набрали критическую массу для того, чтобы зайти, да, и захватить рынок. Его померить сложно, я думаю, что, ну или вы, наверное, думаете, что мы самые большие, мы тоже, наверное, думаем, что мы самые большие в доставке. Конкуренция есть, но тем не менее, ну, наше все выглядит внушительно. Сейчас мы купили там 40 автомобилей смарт, ну, в общем, такое, это уже космические корабли, давайте о приземленных вещах говорить, спрашивайте что-то интересное, прикладное, то, что вам может быть полезно. Скажите, пожалуйста, что вас подвигло к тому, чтобы открыть первый свой ресторан? Да ничего, я вообще не ресторатор, я себя называю предприниматель, я даже не ем, я не ем почти ничего, ем примитивные вещи, вот, люблю стейки и ресторан я не открывал, а на самом деле с моими будущими в то время партнерами я случайно познакомился, оказываем услуги по импорту и экспорту. То есть я фактически просто менеджер универсал, поэтому они со мной рассчитались долей в ресторане, и мне стало интересно, я это довел до, ну, до, не знаю, до какой-то степени, до которой я могу это довести. Я понимаю, что эта цель еще не выполнена, может быть еще лучше, знать еще больше, пока мне это интересно, я этим занимаюсь. Но цели у меня открыть ресторан не было никогда, более того, я даже никогда об этом не задумывался. Я занимался брокерством, финансовыми услугами, торговлей, чем угодно, но не ресторанами. Поэтому это больше дело, это как случайность, скажем так. Ген, ты сказал, что у тебя есть или были, или есть партнеры, и у многих людей в этом зале есть партнеры. Кто-то делает сам, но многие делают с партнерами. Скажи, пожалуйста, как счастливо жить с партнерами и не ссориться? Да, для тебя это больная тема. Да, это, кстати, очень важный момент, и есть такая отдельная, конечно, и отдельная тема для доклада. Я думаю, что если меня в следующий раз пригласят, я именно про это расскажу. Да, есть, ну, на самом деле, я уже говорил о стилях управления и о стилях, там, не знаю, поведения, поведенческой модели. Да, у каждого из нас она своя. Да, на моменте, когда мы только начинаем свой бизнес, да, всем кажется, что супер, мы жить будем вечно, да, все будет классно, и все хорошо, все бежим вперед, давай-давай, все счастливы, все хорошо, нет проблем. Да, и если все получилось, тоже нет проблем. Но когда что-то начинает не получаться, тут уже начинается разногласие. Оказывается, я думал не так, а так, а он думал не так, а так. Да, учитывая, что все люди разные, если всех посадить, смотреть в одно окно, каждый увидит свое. Кто-то увидит недостроенный дом, кто-то увидит зеленую траву, кто-то посчитает, что там ровно пять машин, а кто-то увидит, что окно грязное и рама вот-вот развалится. Поэтому все люди разные, и создавая партнерство, надо точно понимать, что рано или поздно будут какие-то вопросы. Поэтому если быть таким здравомыслящим человеком и стараться не продугадать, а записать, скажем, все шаги свои и договориться о правилах, это поможет избежать больших разочарований или развала бизнеса. Вы знаете, там много, наверное, историй в Украине, и у меня есть много друзей, которые создавали бизнесы, которые стоили десятки миллионов долларов, и потом эти бизнесы исчезали. Вот приведу пример, мои близкие друзья Unitrade. Вы все знаете сеть магазинов Unitrade, которая была безусловным лидером, этих людей я люблю и уважаю очень много лет, это братья-колодюки. Я по-прежнему с ними, со всеми общаюсь, но тем не менее, что случилось, то случилось, бизнеса больше не существует. Поэтому партнерство это тонкая вещь, я могу порекомендовать договариваться до начала бизнеса, выписывать все условия, а что если не так, а так, а если не так, то так. Это поможет вам избежать впоследствии каких-либо там, не знаю, провалов или разочарований. К сожалению, система законодательная в нашей стране выписана таким образом, что договориться невозможно официально никак в принципе. То есть у нас вообще система враждебная для бизнеса, причем враждебная настолько, что и не то, что враждебная, она извращена до такой степени, что красное становится черным, белое становится, вернее, белое становится черным, а черное становится белым элементарно. И сам ужас всего этого в том, что к этому уже мы привыкли, мы живем в этой реальности, и это ужасно. И переучиваться придется очень долго, и возможно ли это в принципе неизвестно. Поэтому да, партнерство это вещь хорошая, необходимая, законодательно здесь у нас в стране закрепить это невозможно, на западе это делается, да, поэтому вы там слышите кипрские компании, офшоры, поверьте, это делается не для ухода от налогообложения, потому что гораздо дешевле уменьшать налоги здесь прямо у вас там в рабочем зале, да, вы это сами прекрасно знаете. Это делается для того, чтобы договориться, да, и все крупные компании, поэтому и зарегистрированы, хрен знает, и не потому, чтобы уходить от налогов, а то, чтобы выписать свои права и обязанности, потому что без партнерства, без интеграции больших глобальных проектов не бывает и быть не может. Один в поле не воин, да, то есть интеграция, она дает возможность, во-первых, двигаться вперед, во-вторых, достигать не просто хороших результатов, а выдающихся результатов. Поэтому партнерство это хорошо, но все должно быть правильно описано, да, и направлено в правильное русло. Пум-пум. Очень заинтересовал момент, вы рассказали, что у вас сервис делится на три сферы ответственности официантов, то есть каждый отвечает только за свою часть процесса. Как это работает и как они потом чаевые делят? Ну, там не три, там я к примеру привел, но на самом деле, как чаевые делить, вы сами знаете, да. Опять же, я начал свой доклад с того, что нам всем кажется, что кто-то знает лучше. Нет, мы все знаем, поверьте, одинаково. Более того, информация настолько доступна, что чтобы что-то понять и узнать, это все, что нужно, это просто почитать в интернете. То есть это дает возможность, это нас всех уравнивает. Понятие ноу-хау, оно фактически отсутствует. Есть желание, терпение и безграничный энтузиазм. Или граничный энтузиазм, у кого как. Поэтому вы можете что угодно придумать. Вы можете сказать, ну, скажем так, у вас там 10 официантов. Вы можете сказать, что один только здоровается на входе, другой только подносит меню, третий только принимает заказ, четвертый только выносит заказ, а пятый только рассчитывает. Ну, можете? Так, можете. Все. Вот у вас уже концепция родилась. У вас узкоспециализированная концепция. У вас каждый человек отвечает за узкий сегмент. Поэтому ваш официант на входе будет лучше всех улыбаться, ваш выносящий будет лучше всех выносить. А как чаевые поделить, поделите поровну. Или заберите себе. То есть рецепта нет. Если так, чаевые изымают. Рецепта нет, повторять смысла никакого не имеет. Вы должны четко осознавать, что вы делаете и для чего. Любой процесс, начиная этот процесс, вы должны четко видеть конечный результат, верить в него и уметь объяснить вашим подчиненным или коллегам или партнерам, не знаю, в зависимости от ситуации, что вы хотите, почему вы в это верите, почему это будет работать. Гена, у меня вопрос. Как часто проходят тренинги персонала у тебя? Потому что я-то посетитель твоего ресторана, я знаю, я вижу одних и тех же улыбающихся людей, они знают, за каким столиком я сижу, как зовут моего племянника и тому подобное. Как часто ты их, ты или кто-то другой обучает, что вы делаете? Они очень искренне улыбаются. Тренинги мы, по-моему, вообще не проводим. А как это происходит? Как происходит обучение? Не, ну обучение происходит, но мы создали достаточно быстро. Ну, зная, имея весь тут негативный опыт неразберихи корпоративной, да, в больших, средних, маленьких бизнесах, я точно понимал, что нужно делать сейчас. Да, вернее, я знаю, что не нужно делать. Поэтому мы создали концепт, мы его запустили, мы быстро отрепетировали, ну быстро, быстро, пару месяцев, три месяца отрепетировали, да, для абсолютно новой идеи и технологии. Это достаточно быстро, я считаю. Мы создали наши стандарты, мы их описали, мы в них поверили, мы их презентовали. Вот, ну, я это все рассказал, всем это, ну, два раза. Но нет, системных тренингов нет, поверьте, вопрос не в тренинге. Если вы, ну, допустим, ну, я лично не руковожу рестораном, ну, и не должен, да, потому что, ну, я даже буду вредить, если буду там постоянно находиться. Поэтому я себя пытаюсь иногда держать подальше от ресторана, потому что, да, я вижу, да, я знаю, как сделать лучше, потому что я не субъект процесса. Ведь в процессе есть там субъекты, да, те, кто начальник подчиненный, да, и, а вы находитесь извне, и как в песне Высоцкого «Жираф большой, ему виднее». Да, конечно, Вам виднее, потому что Вы замечаете гораздо больше, Вам не нужно нанести посуду, Вы видите, что тот гость, тому гостю они улыбнулись, да, и Вы начинаете критиковать, да, если Вы, там, достаточно умный или, там, недостаточно, достаточно опытный, скажем так, Вы не критикуете, Вы делаете не то, что замечание, Вы правильно преподносите информацию, да, если Вы, там, хороший интегратор, Вы это делаете таким образом, что за Вами иду, да, если Вы, лидер, Вас слушают, и это работает, да. Но, тем не менее, да, если Вы субъект вот этого момента, да, начальник подчиненный, да, то Вы должны работать по определенной схеме, эту определенную схему нужно создать, в нее все должны поверить. И тут дело не в тренинге, дело в том, что верят и следуют, или не верят, или не следуют. Поэтому мы не проводим, более того, я против приглашать каких-то тренеров, там, для, вот, обучения линейного персонала. Нет, ни в коем случае. Директор ресторана – это лидер ресторана, и он должен принимать решение, любое, плохое или хорошее, он должен принимать решение и должен это интегрировать и спускать вниз. Поэтому я никогда не влажу, или даже когда влазил, я понимал, что это неправильно, и в результате научился вести себя так, что я не мешаю или стараюсь не мешать. Скажите, пожалуйста, вопрос такой, ваши следующие рестораны, которые скоро откроются, какая это будет концепция? Ну, мы сейчас работаем над двумя новыми проектами, вот, на самом деле, не хочу еще пока говорить, потому что такой, не то, что секрет, не то, что я там суверенен, нет, секрета никакого нету. Мы работаем над новыми категориями, вот, это, поэтому я не хочу говорить, потому что оно еще не оформлено до конца, мы, да, мы знаем, как оно будет называться, но мы работаем… Студенты, олигархи? Не, не олигархи точно. Ну, хорошо, окей, поговорим. Значит, точно не олигархи вообще, в принципе, ну, я не вижу свою работу, связанную с ресторанами для, там, не знаю, олигархов, как назовем, да, для дорогой или, там, сегмент или выше среднего, даже, скажем так, премиум и премиум плюс, я себя не вижу в этом сегменте по одной простой причине. Во-первых, у нас премиум плюс сегмента нет, в принципе, ну, да, у нас тотальная бедность, к сожалению, нашего общества, тотальная бедность, поэтому там выдающегося сделать нельзя ничего, потому что у нас нет продуктов, потому что у нас нет продуктов и потому что у нас нет продуктов. Нам нечего готовить хорошие вещи. Кроме того, создать проект и жить в нем, в этом проекте, в принципе, мне неинтересно. Мне хочется создавать что-то большое, глобальное, да, которое может изменить, как сказал Миша, жизнь к лучшему, нашу или вообще в целом. Поэтому, нет, бытиковыми ресторанами мы не занимаемся, вернее, не бытиковыми, а такими дорогими, да, мы не можем, я не знаю, как сделать из тех продуктов, которые доступны на нашем рынке, я не знаю, как сделать что-то выдающееся. Это невозможно, это будет обманом, то есть мы не сможем продавать устрицу, пойманную утром в Днепре, вечером в ресторане, да, или свежую рыбу, которая прилетит сюда на самолете, мы не сможем продать так хорошо за такие деньги, чтобы в этот ресторан ходило достаточно много людей. Это просто невозможно, вот, а продавать что-то эксклюзивное, ну, мы не хотим. Поэтому наша специализация, это средний, это средний сегмент, да, тот самый мощный, да, и, по сути дела, самый благодарный, это люди там, ну, менеджеры среднего звена, да, то есть это самый массовый сегмент, который, в принципе, хочет потреблять этот продукт, готов потреблять этот продукт и, ну, с благодарностью отзывается на те предложения, да. Да, здесь самая большая конкуренция, но здесь есть что показывать, здесь, в принципе, непаханное поле, если, ну, то есть, как, то, что плохо, если сделать его очень хорошо, то оно станет автоматически хорошо. Вот мы, как бы, вот здесь где-то и работаем. Возьмите тот же Макдональдс, да, у них уже, ну, казалось бы, да, но у них есть тоже свой бюрократизм, он их сдерживает в развитии, они не могут брать там, условно, в аренду те помещения, которые мы можем взять мы. Не могут, потому что у них есть закон о взяточничестве, вот, и, ну, вот, к примеру, да, сделать все огульно, гей-гоп, это прикольно, весело, можно это сделать. Да, в данном случае, вот с нашим проектом Грилды Бразил получилось не совсем так, вот, но получилось где-то так, мы фактически, не то, что мы там изменяли кардинально все, нет, мы тренировались, мы знали, что мы создаем новый проект, мы понимали, что мы, у нас опыта ноль, да, консультанта мы не нашли, мы, там, у нас было целых два бразильца. Вот, один, ну, в общем, на пальцах все было хорошо, все, ну, я понимал, что все работать будет, однозначно, шансов, что оно не работать, что оно не будет работать практически не было, поэтому мы, ну, были уверены, что успех придет, но быть уверенными и его потрогать, это две большие разницы, поэтому это нужно было все прожить, пережить, вот, ну, плюс нас подвели строители, и мы там открылись, не знаю, кто у вас был, если кто-то был из вас, когда мы делали дегустацию, у нас не было дверей в туалет, шторка была, у нас не было салат-бара, вот, у нас текла крыша, вот, мы там шпаклевали по ночам, но так открываться нельзя ни в коем случае, я вас остерегаю, остерегаю от этого, не, ни в коем случае нельзя, я могу себе это позволить сделать, во-первых, мы это преподнесли вкусно и классно, во-вторых, ну, наверное, имя какое-то, что-то, наверное, значит на рынке, ну, в-третьих, азарта было очень много, потому что я несколько лет ничего нового, или там, пять лет ничего нового не открывал, и вообще не думал больше заниматься ресторанным бизнесом, ну, вот, поэтому был азарт, мы знали, что мы делали, да, были трудности, нам было весело, интересно, вот, и из этого получилась фишка, вот, это получилось очень классно, и это создало такую волну, да, которая помогла нам, так сказать, донести эту концепцию, да, и сейчас эта концепция уже, мы уже понимаем, что она работает, этот бизнес, ну, действительно состоялся, может, он не такой прибыльный, как хотелось бы, да, или люди едят слишком много, или они не готовы платить больше, но, тем не менее, оно работает, и работает неплохо, вот, поэтому, если вернуться опять же к вопросу, я считаю, что все предусмотреть нельзя, отполировать до блеска все невозможно, нужно верить в идею, нужно видеть конечный результат, нужно не бояться, вот, но если вы откроетесь, и сами будете официантами-барменом, конечно, ни хрена из этого не получится, поэтому, если проанализировать все то, что я говорил на своем докладе, да, вы как раз и поймете, что, если следовать этой логике, то неподготовленными вы не откроетесь. Добрый день, меня зовут Денис, хотел спросить, скажите, суши я в спальных районах, как она себя чувствует на сегодняшний день, и вообще, если можно, если есть опыт, расскажите про рестораны в спальных районах, если сталкивались. Ну, конечно, сталкивались, у нас до хрена в спальных районах рестораны. Более того, ни в спальных районах нет смысла открываться, потому что, ну, цены на аренду неадекватные, да, ну, неадекватные. Плюс конкуренция нам, да, конкуренция, скажем так, недобросовестная, я это характеризую как недобросовестная конкуренция, хотя она абсолютно добросовестная, это полупрофессиональные операторы, которые приходят, берут за дорого ресторан, хотят, думают, что они развлекутся или хотят развлечься, пытаются, да, организовать бизнес, там, правой ногой или хобби, или для жены, да, берут за дорого, инвестируют большие деньги, покупают дорогое оборудование, все это завышает цены на рынке и, ну, нарушает нашу идиллию, там, профессионалов, да, но, тем не менее, с этим это наше окружение, с этим надо считаться, это рынок такой, как он есть, поэтому в нем надо работать. Неважно, где находится ресторан, если речь идет о спальном районе, специфика, ну, специфика простая, днем, скорее всего, людей нету, вечером, скорее всего, людей больше и они, скорее всего, пьют больше, поэтому, если вы на поздняках среди новостроек, вы можете больше взять денег, если вы на поздняках среди старых домов меньше, если у вас фасадные, ну, все банально, на самом деле, почему люди ходят там, потому что им не нужно уже больше ездить в центр, поэтому, ну, в принципе, абсолютно логика и здравый смысл в этом есть. Особенностей нет никаких, кроме того, что ланч, вы можете вообще днем не открываться, можете открываться днем с усеченным количеством персонала, потому что, ну, пики продаж у вас явно будут не днем. Вот это, как бы, главная отличительная особенность. Ну, допустим, если взять кейс Сушия, то, да, есть плюсы-минусы, средний чек в более благополучных районах выше, в менее благополучных районах ниже, но плюс-минус 15%, что, в принципе, ну, по палате в среднем, если мы говорим о там индустриальном подходе, как Сушия, он уже роли не играет. Кроме этого, у нас есть доставка там и еще куча всяких дополнительных моментов. Поэтому, если мы говорим о моноресторане, одном ресторане, только в каком-то спальном районе, да, он должен быть в хорошем месте, да, он должен ориентироваться на вечер, вот, а не на день. Ну, вот, пожалуй, все, что могу сказать на эту тему. У вас несколько есть сетевых концепций, которые удачно работают. Хотелось бы узнать несколько вопросов. Первый вопрос – это как разрабатываются блюда для них, и как потом идет управление между шеф-поваром и сушефом, который находится на местах. И второй вопрос – скажите, пожалуйста, как вы обучаете директоров ресторанов? Ну, начну с последнего. Трудно директоров ресторанов. Ну, вообще, вопрос обучения персонала, он, как бы, достаточно острый, потому что вообще менеджмент, ну, если взять Украину в целом, да, то нашим людям предпринимательство свойственно, да, поэтому вы видите, куча мафов, все чем-то торгуют, чем-то занимаются, да, поэтому дух предпринимательства в стране развит. Ну, вот управленческого, да, скажем, класс менеджмента, он фактически отсутствует. У нас нет профессиональных управленцев почему-то. Это, скорее всего, связано с менталитетом, я так подозреваю, да. Поэтому это очень непростой вопрос. Да, нужно обучать, да, нужно общаться. Вот каких-то определенных, ну, не знаю, я не могу ничего посоветовать, потому что каждый раз это плюс-минус интуитивно. Как обычно, я уже говорил, что кажется, что кто-то знает лучше, поэтому ты думаешь, так, наши не очень возьмем со стороны, со стороны приходнее, это еще хуже, давай опять наши, потом мне наши не очень, может, со стороны. И так оно у всех все одинаковое. Ну, я хочу всех заверить, что нет никакого секрета, мы все на одном рынке, и, в общем-то, проблематика у всех одна и та же. Просто кто-то думает, как решить эту проблему час в день, кто-то два часа в день, а кто-то постоянно об этом думает. И вот чем больше вы об этом думаете, чем больше вы делаете каких-то там, не знаю, изменений, боретесь с собой, не знаю, с персоналом. Чем больше вы уделяете внимания системно вашему бизнесу, тем выше ваш результат. Это что касается обучения. А что, какой еще был? По поводу качества, коммуникации между шефом и сушефом. Кто блюдо придумает? Ну, блюдо, на самом деле, ну, если взять сушью, то, в принципе, там все эти спешлы придумывал я, очень много там моих идей. Не потому что я шеф, я понятия не имею, как готовить. Просто я говорю, это будет вкусно и классно, потому что оно мне нравится. Я вижу, верю, вот я говорю, делаем. И это все получалось. Если там индустриально подойти к процессу, представитель маркетинга, представитель, не знаю, чего, производства, представитель логистики, все встречаются, начинают долго говорить, а не мешало бы нам создать новое меню? Вот оно у нас по плану. Дальше нужно изучить спрос, собрать фокус-группу. Ну, короче, можно забюрократизировать до такой степени, что и времени на бизнес не останется. А можно сразу сказать, что так, смотрите, у соседа то, и скорее всего оно хорошо продается, давайте скопируем. То есть вариаций может быть масса. Вопрос, как вы эту копию или не копию, ну, если взять сушия, то скопировали уже все. Мы уже там, наш ролл сушия, в некоторых местах он также продается ролл сушия. Сделан уже из других продуктов, он так и написан, ролл сушия. Там сет, который мы ввели первый на рынке, это уже как везде. Многие его просто перефотографируют и чуть ли не вешают на стену в регионах. Разные бывают моменты. Поэтому кто изобрел блюдо, неважно. Вопрос, как вы его сделали, из каких ингредиентов. И если это сетевой проект, то как вы контролируете выполнение на местах. И чтобы было легче контролировать, как Михаил правильно заметил, что 20% блюд дают 80% результата. Поэтому уберите все ненужное. Вот это меню, которое состоит из 50 наименований, оно просто вам не нужно. Нужно просто не бояться, опять же, поверить в свою силу, увидеть конечный результат, выбросить нахрен все, оставить только то, что продается. А дальше доводить его до идеала. А проблемы коммуникации между шефом и су-шефом были, есть и будут. Их избежать просто невозможно. Здравствуйте. Лена Макасиевна. Вопрос. Мы – это кто? Вот ваша команда. Сколько у вас человек, которые реально активно что-то делают для вашего проекта? И как вы распределяете обязанности? Ну вот команда как раз здесь и сидит. Ну мы, я всегда говорю, мы – это команда единомышленников, все, кто принимает участие в самых активных. Ну вообще мы. То есть один человек ничего создать в принципе не может. Поэтому я привык говорить мы, потому что это правильно. Мы – это объединяет. Поэтому мы, даже если я сам придумал, я всегда говорю, мы придумали или мы сделали. Даже если самая гениальная идея без ее воплощения в жизнь не стоит ровным счетом ничего. Поэтому придумать – это ничего. Сделать качественно, даже чужую идею – вот это сила. А если сделать чужую идею еще лучше, то это мега сила. Поэтому мы – это те, кто хочет, те, кто готовы, те, кому нравится, тем, кому весело. Ну таких людей много не бывает. Но если там 3, 4, 5 человек, 10 – это великолепно и это более чем достаточно. Поэтому, ну вот, в общем-то, где-то так. Обтекаемо, да? Или что вы хотели услышать? Как распределять обязанности? Как распределять обязанности? Не, ну на самом деле, как распределять обязанности. И, ну, раньше это я делал, там, интуитивно. Когда бизнес молодой, зеленый, да, вы достаточно неопытный, вы хватаете из, ну, ближнего, кто у вас есть. И так, ты будешь заниматься маркетингом, так, а ты будешь заниматься логистикой, а так, а ты будешь заниматься этим. Первый, кто попался. А потом со временем, с опытом вы понимаете, что, наверное, это неправильно. А найдем-ка мы профессионал. Нанимаете агентство по поиску персонала. Они вам там задают кучу умных вопросов. Вы им заполняете формуляры и говорите, что мы хотим теперь вот такого специалиста. В общем, это стоит гораздо дороже. Вам находят специалиста, вам он либо нравится, либо не нравится. Это дольше процесс. Он, наверное, правильный. Вот. И вы, наверное, можете найти человека, который будет выполнять там те или иные функции достаточно качественно. Еще глубже, если копнуть, то вы понимаете, какой нужен вам человек для выполнения тех или иных задач. Вы точно понимаете, какие вам задачи нужно выполнить. Вы точно понимаете вашу конечную цель. Вы создаете некий профиль должности и под этот профиль должности находите нужного человека. Но не просто вам агентство пихает, вы еще и понимаете, что каждый человек обладает собственным стилем управления. Он может делать что-то хорошо, что-то очень хорошо, а что-то не может в принципе. Универсальных людей нет. Если вам нужен маркетолог, к примеру, условно, маркетолог, вам нужен человек, у которого развито, не знаю, дух предпринимательства неправильно, ну, скажем, который более дальновидный, более креативный, который что-то видит, то, что другие не видят. Если мы, я приводил пример с окном, да, то он смотрит в окно и видит там много всего хорошего, ему это очень нравится. И он видит, как это красиво и понимает, как это применить к вашему, в данном случае, ресторану или к проекту, над которым вы работаете. Потому что если он просто рассказывает, как все классно, то это человек такой поджигатель. Он, да, давайте, давайте сделаем, а когда дойдет до того, как это сделать, он никогда это не сделает. Он не понимает, как. И более того, наняв такого человека на работу, да, взял к себе в команду, вы не добьетесь результата, потому что вы будете топтаться вокруг да около, да, результата не будет. Потому что этот человек не может вам создать этот результат. Поэтому очень важно не просто подбирать человека, который имел какой-то опыт, да, нужно понять, что он создал, да, и как, каким образом он этого добился. Потому что очень часто на рынке, да, сотрудники переходят из одной компании в другую, выписывая классные резюме, и вы никогда не определите, потому что работает команда, может быть, это основатель придумал так хорошо, и его заслуга, он там все решал вопросы, да, человек был просто таким приспособленцем. То есть это, опять же, отдельная история, ну, отдельный доклад, который очень интересный. Могу так, чтобы подрезюмировать, сказать, что каждый способен на определенное, ну, все прогнозируемое, да, как мы уже говорили, все можно предусмотреть, и поэтому при подборе людей, ну, нельзя требовать там невыполнимого. Каждый может делать то, что может делать. Да, а дальше задача руководителя мотивировать, создавать там какую-то связь, да, эмоциональную, добиваться не просто хороших результатов, да, выдающихся результатов. Вот это и называется команда, да, когда вы с полуслова друг друга понимаете, когда вы чувствуете, что ваши ценности, ну, то есть вы одинаково говорите, одинаково смотрите на вещи и понимаете друг друга с полуслова. Вот буквально так могу это сказать. Ответил на вопрос? Уточни, попробую еще раз. Потом? Ну, хорошо. У меня два вопроса. Первый, мне интересует, как правильно подобрать нужный объем помещения? Ну, если это какой-то интересный проект, есть какая-то, может, формула, чтобы не было мало, много. А второй, это какая из суши я самая, как бы, успешная? Ну, по Киеву. Просто там, оболонники, крещатик. Спасибо. Как подобрать помещения? Ну, не знаю, сложно. Во-первых, подмещения подобрать почти невозможно. Вы должны, исходя из того, что дефицит торговых площадей, вы, скорее всего, выбираете из того, что есть. И втискиваете свои задачи туда, да. Я не говорю про бизнес, который может себе позволить, как Макдональдс, к примеру, или KFC. Вот у них четкие требования, не подбирать помещения под себя. Ну, им там один ресторан плюс, один минус, оно им там погоды не делает. Если мы говорим о том, что у нас такой бизнес средний или мелкий, да, как все мы представители мелкого или среднего бизнеса. Поэтому, ну, что есть на рынке, от того и исходим. Если ваша концепция по 10 гривен тысячу студентов, понятно, что вам нужно там тысячу метров, к примеру. Да, есть формула, что одна треть помещения – это кухня, две трети – это зал. Вот, если настоящего человека нужен метр и столько-то свежего воздуха. Но это все полная фигня по сравнению с тем, что если вы знаете, что вы делаете, люди могут быть как селедки в банке и быть счастливы, потому что вы превзошли их ожидания. А у вас может быть все супер-пупер правильно построено и быть в полной жопе, извиняюсь за выражение. Поэтому рецепта нет. И по поводу самой успешной суши, торговый центр, торговые зоны меняются, и там то, что было хорошо сегодня, а завтра уже не так хорошо, потому что линия метро где-то построилась. Поэтому, ну, абсолютно не означает, если вы к тому, что какой район более перспективен, чтобы понять, то я могу сказать, что где больше живет людей, тот район и более перспективен. Все очень, все примитивно, поэтому не надо искать никаких этих. Если на баллоне до хрена людей живет, так вот давайте, постройте на баллоне. Там средняя, ну, там часть старая баллона, часть новая. Постройте там, где ресторан, там где новая баллона. Конечно, он будет работать лучше. Еще вопросы, давайте последний вопрос, и будем отпускать Гена. Ну, он-то и не хочет, мы хотим. Я могу говорить вечно. Меня поперло. Спасибо большое. Спасибо, Гена. Спасибо за вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо.